Я родился очень далеко отсюда. Это республика Киргизия, это озеро Иссыкуль. Я родился в городе Прожевальске. Мы жили на окраине города, и у нас был частный дом. Держали корову, держали животных, собственно, любовь к животным у меня оттуда. Когда я приехал на этот приход, мне было не так трудно начинать. С праздником! Вы о саде Анисия давно знаете? Ну, как он приехал, конечно, прибыл сюда сразу. Деревня оживилась сразу. С ним очень хорошо. Как-то все стали, ну, все живое стало. Отец Анисия вообще для нас, наверное, самый лучший. Сказать это ничего не сказать. Самый добрый. Ты уважительный, обратись к нему, когда никогда ни в чем не откажешь. Всегда поможет. Мы что будем богословить за такой день для Дерства, честенее мы поздравить за Христово Рождество. И очень богатый души человек, если можно так сказать. Выслушает, подскажет, что лучше сделать в той или иной ситуации. Службу любит служить, чтобы был порядок. К людям относятся так, милости выжалеют. Но иногда, конечно, некоторым надо дать какой-то там разгон. Он тоже старается как-то это сделать так, чтобы человек не обиделся. Наш батюшка Иерей Дионисий Соляков – сельский священник. В юности, мечтая связать свою жизнь с музыкой, он поступил в Кыргызскую национальную консерваторию в Бишкике. Но вскоре понял, что путь профессионального музыканта не для него. Посоветовавшись с духовным отцом, отправился в Троицу Сергии в Лавру. Сначала поступил в Регинскую школу при Московской духовной академии. Но после окончания второго курса перевелся в семинарию, определив тем самым свой жизненный путь. По окончании семинария отца Дионисия благословили на служение в сельский приход. Сначала молодого батюшку направили в храм Архангела Михаила в селе Казачий Дюк Шацкого района. А через полтора года он получил указ о назначении его настоятелем Никольского храма села Новое Яголдаево, Ряжского района Рязанской области. Храм надо было восстанавливать, и батюшка научился вырезать иконы. У отца Дионисия девять детей, и они с детства приучаются к труду, ведь в семье большое фермерское хозяйство. Батюшка выращивает сою, люцерну, кукурузу, овес, косит траву, чтобы зимой было чем накормить стадо коров. А еще он в интернете создал свой канал «Фермерские будни священника». Утро отца Дионисии летом начинается на поле, зимой в коровнике, а коровник – место небезопасное. Меня здесь один раз бык зажал, как он в меня вмазал стену, и я почувствовал вот это вот… Ну, знаете, когда люди между собой борются, там, ты его, он тебя. А я почувствовал, как будто тебя вот трактор в стену вдавливает и ломает все твои кости. Это поэтому рога у них вы отпиливаете? Ну, здесь больше страх не из-за нас самих, а страх, что коровы контактируют между собой, и у них возникают конфликты, споры. Это не такое милое животное, как кажется на картинке. Оно достаточно агрессивное, оно знает свою территорию, знает свои права. И в природе они доказывают друг другу, вот, пожалуйста, дерутся между собой, показывают, что ты к поилке сейчас не подходи, я главное, я напьюсь, а потом уже все, что останется, допьешь ты. Все как у людей. Размышляю и думаю, господи, не дай нам превратиться в животных, вот, со своим лидерством, а больше учиться уступчивости. Зачем поехали в деревню? Ведь наверняка могли бы найти какой-то городской приход, тем более жена городская была. Мне всегда хотелось деревенской жизни, что даже ребята-семинаристы надо мной подшучивали, а, что к поросяткам поедешь, что там это. А мне в село, и так я здесь оказался. Мы, наверное, были молодые. И как-то ни за что не переживали, что ли, я даже понять вот этого не могла. Что положились на волю Божию. И даже вот у нас первый приход, казачий дюк, там маленькая деревушка, понимаете, маленькая вот деревушка, маленький храм. Но мы там были самые счастливые, наверное. Хватало денег, не хватало. Но я вот сейчас так думаю, что мы всегда улыбались, всегда радостные были. Мы приехали на приход сюда, вот, ну, такие зелененькие, абсолютно ничего не умевшие, да. А здесь, когда получили грант на строительство жилья своего дома, попались рабочие. Рабочие попались отвратительные просто. Приходилось вникать вот буквально в каждый момент стройки. И сегодня для меня не составляет труда там сварить металл, собрать электрику, подключить ее. Все вот эти вот узлы, все варено, собственно, собственноручно. И подключение паилок, и паяние трубок всяких, это все делается самостоятельно. Ну и, собственно говоря, то же самое и в технике. До того, как приехать сюда в село, до того, как купить комбайн, о комбайне я не имел никакого представления, просто абсолютно, от слова совсем. Я учился ездить на комбайне, уже на своем поле убирая ячмень. Благо мне попался человек, хороший друг, он меня подучил и научил, как им хотя бы управлять. А фермерством вы решили заняться, с чего? Начали понимать, что, в общем-то, в храме прибыли абсолютно нету, нужно коммунальные платежи, нужно какие-то работы вести. Если работы вести не будешь, никто тебе даже слушать и внимать не будет, что у меня нет денег, понимаете? Мы поняли, что нужно заниматься чем-то побочным для того, чтобы хотя бы наша семья могла питаться, жить отдельно, позволять себе какой-то достаток, не впутывая в это храм. То есть храмовые деньги, они могли идти на храм, вот, а здесь нужно нам было как-то затянуть потуже пояса, чтобы научиться работать без зарплаты, так, если простым мирским языком сказать. Когда построили дом, построили сарай, начали заниматься животными, приехали из района люди, предлагают, а вы не хотите грант получить на развитие? Три миллиона безвозмездно, на эти деньги вы можете купить трактор, вы можете купить животных, скотину. Ну и мы пришли домой и начали обсуждать эту тему. Я говорю, ну а почему бы не взять этот грант, раз мы занимаемся животными, давай, хотя бы у нас трактор будет свой. И мы вот, включившись в этот грант, получив этот грант, мы стали уже работать по условиям фермера, зарегистрировались как фермерское хозяйство и стали работать уже так. Ничего себе! Смотрите, у нас доминанты родились все черные, но я так понимаю, что они будут рябые. А этот, посмотрите, один рыжий. Вот этого рыжика занянчивают теперь дети, он особенный. А вот батюшка и фермер, вам не кажется, что это вот как-то странный, ну вот как-то вот противоречий друг другу? Ну какой он фермер? Он для себя, пожалуйста, приди к нему. И молочко можно у него взять, и сыр у него можно взять. Всегда поможет, он нам помогал. Такой и огород спашет. И у меня сестра от него живет через дом. И навоз, пожалуйста. Она тележкой возила, он, я вам привезу соседям, пожалуйста, чтобы огород удобрить. Все дает. Есть человек трудолюбивый, он не имеет значения, что есть священник, он должен сидеть, что ли. Он должен тоже считать, что нужно работать. Здесь все заросло, за домами все распахало, там кусты повыдергло, повыдет. И это хорошо, чем кусты, здесь обработана земля, хорошо. Но все-таки одному вот это делать со своей семьей, с детьми, это же такой труд колоссальный. По работе это кажется, что труд, а когда начнешь делать, сам по себе знает. Все идет хорошо и незаметно. Глаза боятся, руки делают. На, на, мой хороший. Я ее сразу приучил к молоку. У меня сегодня нет никаких проблем ни с соской, ни с чем. Она вон пьет себе на здоровье. Ну, конечно, это очень тяжелая работа. В селе с хозяйством это не высказать даже и не передать, что стоит только накосить сено, заготовить корма и убрать их всех, накормить, напоить, зачистить все, постелить им. Это труд неимоверный. Сейчас начнется отелы, коров. В ночь корова начнет телиться. Можно просидеть всю ночь с этой коровой. Вот здесь, вот в этом коровнике. Вот. У нас было такое, что телилась корова 31 декабря на 1-е, Новый год. Я тут в окошко смотрю, принимаю роды. Застреляли всякие салюты. Я говорю, здрасте, Новый год встречаем. Родившуюся телку поздравил с Новым годом. Был такой момент. Но это хозяйство. От него никуда не денешься, от него никуда не отойдешь. Летом он уезжает очень рано, если сенокос начинается. Там 3-4 утра уезжает, потом возвращается в 11, ну, когда жара начинается. И немного отдыхает, и потом идет дальше работать, что-то там чинить, настраивать, не знаю. Но летом вот коровы полностью на нас. Мы выгоняем, загоняем, там иногда пасем, доим, все это сами в производе. Мой папа за это не переживает. Я бы, вот, допустим, не смог целыми днями, вот, с утра до вечера, там, в холоде, в жаре, вот, пахать, пахать и пахать. Я уже не знаю просто. Это меня бы с ума свело. Я даже не знаю, как он все вот это выносит. Всех, все это каждое лето. Ездить в жару, тракторе, таскать тяжелые тюки, это очень трудно. Я считаю его героем. Без веры ничего бы этого не было. Он бы, я не думаю, что он без веры смог бы пахать с утра до вечера. Но все равно он очень много делает. Вы не жалеете, что пошли вот для семьи вот именно этим путем, а не другим? Нет, жалеть здесь не о чем. Мы в труде, мы в работе, мы в работе объединяемся. И даже когда мы приходим усталые, некогда выяснять отношения, ссориться. Пришел с работы, бух, упал, утром проснулся, побежал дальше работать. И вот так вот, особенно все лето, вот эта вся круговерка не дает нам расслабляться, но это нас сплочает и объединяет. Субтитры создавал DimaTorzok Моё первое посещение храма, я зашел в храм, и вот этот запах восковых настоящих свечей я никогда нигде не ощущал. И более всего, что меня поразило, это голос священника. Ну, теперь-то я понимаю, что священник стоял внутри алтаря и служил литургию, да? А я крутил по сторонам и не мог найти, кто же это говорит. И у меня первая мысль была, что, да что, со мной Бог, что ли, так разговаривает? Вот, ну, детство, понимаете? Сам священник, отец Владимир, сразу он как-то увидел меня. Я пошел на первую исповедь свою, и он сразу, о, Дионисий, Дионисий. Я думаю, какой я Дионисий? Я же Денис вроде как. Я тебе Дионисий пишу, ты запомнишь, что ты теперь Дионисий. Я мне так гордо стал, думаю, я теперь Дионисий, ничего себе. В вашем храме так много детей, даже кажется, больше, чем взрослых. Когда мы сюда пришли впервые, я увидел, что на первом богослужении, которое я служил, все бабульки стоят. Все бабульки стоят еще в каких-то черных одеждах. Они здесь думали, что в храм нужно одеваться обязательно во все черное. И когда я увидел вот одни старческие лица, я пришел, и матушке говорю сразу, говорю, матушка, представь себе, 10-15 лет, и вот этого вот населения не будет. Мы останемся в церкви, одни с тобой. Давай что-то с этим делать. И с самых первых богослужений мы начали общаться с детьми, привлекать детей. Мы начали прорабатывать всяческие варианты, вплоть до того, что начали заниматься какой-то мозаикой. То есть из плитки, мы накалывали плитку в течение недели, приносили ее сюда. И из этой плитки, давали им плитку, давали растворы, мы выкладывали какие-то фигурки. В школе пошла молва, ой, у батюшки можно фигурки какие-то поскладывать. Смотрю, на следующее воскресенье приходит больше детей. Мы взяли за правило, что вот каждый пришедший ребенок, какой есть в храме, он не должен стоять праздно. Потому что я по себе знаю, что ребенок, пришедший в храм, он не может больше 50 минут выстоять в этом храме. Поэтому я иду на каждение в начале богослужения, смотрю, ага, мальчик пришел, этот мальчик пришел, следующий мальчик пришел, я подхожу к родителям, вот хотите, давайте я мальчика возьму в алтарь, мне помощь нужна. Может быть, она мне и не нужна там сто раз, эта помощь, да, мне нужна помощь, пойдем, поможешь мне там. Ну, давайте, там, помогу вроде как, да, приходит, на него сразу раз стихарь одевать, он не поймет, что. А это вот уже ступенька, знаешь, вот выше она, чем ты просто стоишь. Ты уже в алтаре, ты в святом месте, я начинаю с ними общаться. Соответственно, матушка не теряет время, зря какие девчонки пришли, а пойдем попоем, пойдем на клирос ко мне. Дети стали понимать, что они не просто тут пришли и ушли, они нужны. Сходи там, я вижу, что ребенок уже с места на место переваливается, ему тяжело. На тебе чайник, сходи, вот эту воду вылей грязную, а налей мне чистой воды, пожалуйста. Там в чайнике чистая вода, я это прекрасно знаю. Ну, чтобы ему промяться, вылей. И он идет довольный, приносит. Вот, батюшка, свежая вода, все, ой, спаси тебя, Господи, да. То есть над каждой душой нужно работать, на каждого ребенка нужно смотреть. Вы, наверное, походили у нас по селу, поездили, посмотрели. Кроме школы у нас больше здесь ничего нет. И батюшка организовал воскресную школу, занимается с детьми. И Рождество справляет, и подарки им дает. Очень хороший батюшка. Он ведь строгий. И какой он строгий. И как он всех детей, ведь их тут 30 человек, а может быть и больше. И как он одним вот движением руки может их всех дисциплинировать. А когда они выступают со сцены, они как один. Вот настолько он может их организовать, прям оп, и они все прям, вот, все как один смотрят ему в рот. Сына Мария, сына породила. Они ждут каждого воскресенья, чтобы сюда приехать, да. Вот у меня, например, ждут, какой день недели. Мы считаем, вот, понедельник, вторник, среда, четверг. Так, мам, завтра суббота выходной, в садик не идем, в воскресенье едем в храм. Мы службу проведем, накрываем чай, делаем поделки. А чтобы еще больше укрепить и семьи еще этих детей, да, мы стали организовывать поездки и ездить по святым местам. И чтобы желательно в этих поездках участвовали не только дети, но и родители. Детям очень нравится, когда с ними едут и папа, и мама. Потом я говорю, ну, поездки только одни нас не могут объединить. Давайте сами приходом объединяться. Вот есть у нас праздник Троица. Давайте все идем в храм, все бухаемся на колено преклонной молитве. А после храма мы идем, едем на нашу речку, сюда, на нашу природу, и отдыхаем по полной программе. И вы не представляете, сколько вот это вот дало теплоты, объединение, приходы. Потом мы стали ездить на концерты в Ряшск, в Ухлово. И так приходят многие родители. У нас есть семья, которую привели в храм дети, девочка. Она втянулась в это во все, и теперь как бы она двигатель. Она вот, мам, нам надо, у нас там воскресная школа, нам надо. Раньше, пока я сюда не ходила, я ходила на плаванье, мне это не нравилось. В одно время я даже хотела это бросить, но когда я начала сюда ходить, почему-то я начала получать медали, грамоты, и у меня все начало получаться. И потом я пошла на фортепиано, и у меня тоже все начало получаться. Она у меня очень добрый, такой светлый человечек. Ну, всякое бывает. Могла и там она как-нибудь разозлиться, не так ответить мне. Но она знала, что она придет сюда, исповедуется, либо поговорит как-то там в тай с батюшкой. После чего она слезами ко мне подходила и говорила, мам, вот я ему все рассказала, и ты знаешь, мне так легко стало, так легко. Я больше никогда-никогда так не буду делать. Вот как ты не бойзна ему все рассказывать про себя? Ну нет, он ведь батюшка, он все-таки для меня родной человек, потому что он даже как-то связан с Богом, я считаю, и со мной тоже. Потому что Бог связан со всеми нами, а значит и батюшка тоже. Восстанавливает храм, очень много всего сделали в храме. Вообще было все развалено. В советское время здесь находились склады зерновые, и батюшке пришлось восстанавливать практически с самого начала все. Не было куполов, не было часовни. Вот все делал батюшка. И колокольни не было? И колокольни не было, да. Мы делали в храме внутри ремонт. Мы частями расплачивались деньгами. И вот рабочие нам говорят, батюшка, вот в воскресенье нам надо оставшуюся сумму, чтобы ты нам отдал. А денег у нас все, мы и свои все отдали. Вот реально, это реальная история. Мы свои все отдали все. И ночью, я говорю, ну что, утро вечером мудренее, завтра литургия, мы молимся, что-то Бог да поможет. Так мы между собой поговорили, унывать не будем, в любом случае, как-то надо нам выкрутиться. Мы отслужили литургию, и подходит к кресту человек, который первый раз пришел в храм. Вообще мы его не знали, да? И говорит у креста батюшка, вот конверт вам, я хотел бы эту сумму на храм оставить. Батюшка мне говорит, знаешь, зашел в алтарь, открываю, там вот ровно та сумма, то, что мы должны отдать сегодня рабочим. И я зарыдал просто в алтаре, понимаете? Отслужили литургию. Это такое чудо. Чудеса бывают у всех. Только мало кто их замечает. Даже маленькое чудо. Очень много чудес. Господу Богу помолимся, гребенью пыль развести, как нам уже там рассказ. Песня о слепах сад кузея и елее. Вот здесь вот у нас такие две дверки открывающиеся будут. Вот такого вот вида будет панихидный стол. Здесь вот будут боковушки вот такие вот красивые стоять. То есть это все сейчас, может быть, неказисто кажется, но на самом деле это приобретет свой вид, когда покрасится. Батюшка, вот это, значит, творческая мастерская такая, где вы для храма иконы делаете, да? Это не только для храма, но и вот сейчас делаю ремонт в доме и для дома. У нас предыстория такова, что в храме, когда мы пришли 16 лет назад, не было вообще никакой церковной утвари. То есть люди приносили там с коровника какие-то, грубо говоря, там стулья, табуреты. И вот они вот эти все шатающие, скрипящие присутствовали в храме, не говоря уже о таких вещах, как гробница, аналой. То есть там это все было вот так вот, сикость-накость, все. И мне очень хотелось, чтобы у нас в храме было не хуже, чем в городе. И тут мне в интернете попадается статья «Резьба по дереву на станке ЧПУ». Автоматическая резьба по дереву. Попадается сайт, где напрямую из Китая можно получить станок в два раза дешевле, чем это стоит в России. И мы занимались пчеловодством профессионально. И у нас летом пчелы очень дали хороший доход. Мы мед продали, реализовали. Я говорю, давай покупаем станок ЧПУ. Значит, мы заказали. Полтора месяца он шел в пути. И вот только то, что мы его поставили. С какой стороны к нему подходить? Что делать? Как вообще с ним общаться? При том, при всем, что знание компьютера у меня было, даже не скажу минимальное, нулевое просто. А здесь 3D-программы нужно загружать, сгружать. Я начал рыться по форумам. И вот тут, слава тебе, Господи, мне на электронную почту написал один человек, Валерий. Он говорит, «Батюшка, а что у тебя за проблемы?» Я говорю, ну вот так и так, храм восстанавливаю. Он говорит, давай с тобой по скайпу будем вечером заниматься. Поначалу я просто думал, что все, пора уходить от этой темы. Ну, зайду в сарай, станок стоит, думаю, ну что, я вот сейчас откажусь от этого, и я не я буду. Думаю, ну что, опять каменный век, в церкви шаром покати. И вот как-то Господь начал давать потихоньку разумение. На следующее утро просыпаюсь, ага, кажется, я уже запомнил то, что он мне вчера сказал. Сам начинаю набирать. Да, у меня начало получаться. Когда мы приобрели опыт, когда я уже понял, что да, мы умеем работать на станке ЧПУ, я понял, что этого станка мне просто-напросто не хватает для изготовления такой вот большой утвари. На этом станке я уже начал немножко зарабатывать, кое-какие иконы стал продавать. Мы приобрели этот станок. Но с этим станком я уже увидел свет. Уже о параметрах не думаешь и делаешь утварь. Поэтому... Ну, вы много экономите, когда делаете все сами. Ну, себестоимость этого иконостасца в районе 150 тысяч. Ну, уже не 800, уже не миллион. Но, опять же, свою работу никогда не считаешь, что она работа. Как бы делаем для храма. Поэтому приходится самому для себя быть и спонсором, и резчиком, и маляром, всем. То есть за это время, конечно, очень много испорчено заготовок, очень много неправильной поклейки, очень много сбоев станков, которые тоже бывают. И бывает, приходишь, а у тебя вместо заготовки там дыра на весь стол прорезал, что-нибудь у него с мозгами случилось, какая-то проблема, вот. Но, тем не менее, все-таки каких-то успехов мы достигли. Ну, то, что жизнь-то у вас интересная и насыщенная, это видно по вашему каналу, который существует в интернете. А вы с какой целью его создали? Это же занимает немало времени. Вы знаете, мы с матушкой очень часто просматривали всякие интернет-ресурсы. И когда речь заходит о священстве, то люди начинают так активно писать на священнослужителей. Вот, они там ездят на мерседесах, ведут такую некорректную жизнь. И я говорю, а давай покажем жизнь сельского священника. Вот просто в противовес поставим жизнь сельского священника. А как он восстанавливает храм, как он живет, как он, чем он занимается, как он добывает деньги. Ну, и, естественно, когда появляется какая-то широкая аудитория, появляется много комментариев. По комментариям уже начинаешь судить, в правильном ли русле ты идешь или в неправильном. К нам в церковь ходила одна старушка, она говорила, работала дояркой, и говорила, что у них норма. Каждый день было 23 коровы. Я как-то мимо ушей это пропустил, а сегодня вот даю и вспоминаю эту старушку, царство небесное, рабе Божьей Елизавете, как пахали наши деды и бабки. А мы сегодня кичимся, какие мы трудники, какие мы работяги, с доильными аппаратами, со всем оборудованием. Вот как им доставалось. Бабушки, они сменили цвет своих платков? Да, это была очень большая работа с ними на проповедях. Я и смехом, и всякими увещаниями я общался с ними. Говорю, ну придите хоть как невеста, ну что вы. Вот, там кто-то к кресту подходит, ой, бабулечка, хорошо, спасибо тебе, что бусы хоть одела там. Начали немножко преображаться. Господь же сказал, вера внутри вас есть, ее нужно найти здесь. А чтобы ее найти здесь, нужно это все равно, что у вас есть старый сарай, а в начале этого старого сарая лежит какая-то дорогая вам вещь. И вам, чтобы ее взять, нужно расчистить этот хлам весь, вытащить его и сказать, вот она моя дорогая жемчужина там, да. Вот то же самое нечто происходит и в своей душе. И когда люди, прихожане приходят, начинают духовную жизнь, они говорят, а раньше я жила вот чистыми инстинктами. Вот пошел, съел, там поработал, поматерился, попил, попьянствовал, да. А сегодня, когда этот хлам мало-помалу расчищается, я увидела в своей душе такое, я увидела то, что невозможно описать никакими словами. И мне радостно, как священнику становится, от этого, что человек обрел Бога внутри себя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»